Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции цифры статистики, с начала года в столице на пожары ИЧС спасатели совершили более 2700 выездов. На пожарах погибло 11 человек. 57 человек, двое из которых дети, пострадали. 241 человека удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее подробности прошедшей недели. Минск чрезвычайный. С установившейся прохладной погодой в суточных сводках МЧС завидным постоянством среди причин пожаров стали фигурировать обогреватели. Не стало исключением и начало прошедшей недели. В понедельник вечером обогреватель вновь стал причиной серьезного ЧП. На этот раз на проспекте Держинского. Там, вблизи строящегося дома, загорелась бытовка. О случившемся вечером на 101 сообщили очевидцы. Спасатели немедленно приехали на место происшествия. К этому моменту стихия уже овладела помещением. Несмотря на то, что пожар удалось быстро побороть, огонь успел уничтожить имущество и внутреннюю отделку вагончика. О пожаре, видимо, сообщили уже слишком поздно. К счастью, пострадавших нет. Во вторник утром замкнувшая проводка едва не уничтожила Volkswagen Passat. Машина загорелась на гостевой стоянке больницы по улице Сенницкой, поэтому пламя вовремя заметили. Да и сложно было не обратить внимание на плотные кубы дыма из моторного отсека. Оперативно авто удалось потушить, но оно серьезно пострадало. Повреждены топливные шланги, проводка и пластик. Вечером на Партизанском проспекте сгорела еще одна строительная бытовка. На этот раз, скорее всего, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Небольшого огонька оказалось достаточно, чтобы вещи, мебель и даже обшивка полностью выгорели. Огнеборцы ликвидировали пламя за 10 минут и не дали ему перекинуться на другие строения. Никто из строителей не пострадал. Минск чрезвычайный. В среду днем использование открытого огня при проведении ремонтных работ стало причиной пожара в гараже гаражного кооператива «Токсатор». В результате был закопчен гараж и повреждено хранящееся в нем имущество. В ночь со среды на четверг неизвестные сожгли в Минске сразу три машины. Информация о горящих авто поступила примерно в половине четвертого утра. На пульт МЧС позвонили прохожие. Они сообщили, что напротив одного из домов по улице Лермонтова пылают легковушки. Спасателям пришлось оперативно ликвидировать этот пожар, чтобы пламя не перекинулось на рядом стоящие машины. В итоге сгорели Volkswagen Passat 2006 года выпуска, Peugeot 307 2003 года и Opel Astra 1992 года выпуска. Восстановлению автомобилей, к сожалению, не подлежат. Кому и зачем это понадобилось, сейчас устанавливает следствие. Пятница и суббота в городе прошли без серьезных происшествий, а вот в воскресенье днем с интервалом в 15 минут спасателям пришлось тушить сразу два пожара. В результате короткого замыкания электропроводки на территории автостоянки по улице Бельского загорелся легковой автомобиль Renault SP с 2003 года выпуска. Огнем было повреждено оборудование, моторный отсек и приборная панель. Закопчен салон автомобиля. И еще одно короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в частном доме по улице Новинковской. В здании загорелись имущества, деревянные элементы кровли и мансардного этажа. В общей сложности пламя охватило 80 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в течение получаса, однако огонь успел повредить конструкции дома и имущества. Пострадавших, к счастью, нет. Ну что ж, о происшествиях это все. Напоследок отмечу, что сегодня в республике стартует республиканская акция «Молодежь за безопасность», в рамках которой и столичные школьники, члены молодежной организации спасателей пожарных, посетят домовладения инвалидов и многодетных семей. И не только расскажут о безопасности, но и окажут им шефскую помощь. Помогут навести порядок в домах и на территории, убрать листву, наколоть дров и так далее. Продлится акция до 24 октября. Ну что ж, на сегодня это все. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Берегите себя. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.